Сегодня я расскажу вам о том, как более качественно, с большим коэффициентом полезного действия тренироваться, играя в стенку. Вы не всегда можете позволить себе играть на корте, иногда по причине отсутствия партнера, иногда по причине просто отсутствия корта, по тем или иным причинам, зато стенка всегда рядом с вами. Вы можете прийти и поиграть в теннис в любое время. Но для того, чтобы хорошо играть в стенку, нужно для себя, для самих себя любимых, выполнять три несложных правила. Первое, когда вы играете в стенку, вам обязательно нужно на стене начертить мишень. Здесь уже и без нас начертили мишень. Немножко низковато, я на самом деле бы начертил мишень немножко побольше и повыше ее поставил. Второе, вам нужно определиться, с какого количества отскоков вы будете отбивать мяч. С одного отскока или с двух отскоков. Я бы лично рекомендовал всем начинающим и даже не начинающим любителями играть в стенку с двух отскоков, потому что это дает больше времени на подход к мячу, на более качественную обработку потом мяча. И ритм игры больше, даже в стенку, больше соответствует тому ритму игры, который вы потом получаете, играя на целом корте. И третий очень важный момент, вы должны поставить себе цель, какое количество ударов вы хотите провести по мишени. Либо в сумме просто вы должны, я должен попасть в мишень справа столько-то раз, либо столько-то раз я должен попасть в мишень без ошибки. Если вы поставили себе задачу попасть 10 раз, а попали 9, вы начинаете снова. Так далее, варианты могут быть любые. Но то, что я вижу, в основном происходит, люди приходят к стенке, и они просто так справа, слева бьют, и у них что-то получается, что-то не получается, они берут мяч снова. И видно, что вся игра, она очень хаотичная и бесцельная, то есть они ничего не отрабатывают. Единственное, что у вас получается улучшить в этот момент, это ваше чувство мяча, то, что вы перестаете промахиваться мячом. Но такой навык вы, как правило, получаете за первые несколько занятий, а дальше вам хочется же все-таки прогрессировать. Сейчас я покажу, в целом, как вот, если бы я хотел поиграть в стенку и отработать что-то для своего удара с двух рук, как бы я это делал. Я буду играть, как я уже сказал, с двух отскоков. Я все время вынужден подходить к мячу. После каждого удара я перемещаюсь. Если мяч полетел чуть короче, я к нему подойду. Сейчас еще ближе. Если мяч подойдет чуть длиннее, я отхожу. И я стараюсь все время вот в данной мишени попадать по высоте. У меня нет какого-то конкретного квадрата, куда я бью, потому что квадратики очень маленькие. Но в целом, моя игра сейчас обладает определенной осмысленностью. Мое положение ног всегда одинаковое. Вот у меня произошла ошибка. Я отошел дальше. Теперь мне нужно снова возвращать внимание и игру к своей цели. Вот примерно так выглядит игра в стенку, если вы соблюдаете три несложных правила. У вас есть цель нарисованная. У вас есть задача, цель внутренняя. И вы выбрали определенный ритм, количество отскоков, которые вы делаете, которые вы допускаете, чтобы мяч отскочил от земли, прежде чем вы наносите удар. Спасибо. Смотрите наши уроки и учитесь играть. Используйте стенку. Вашу лучшую друга. С вами был Андрей Мерин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok